МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера в Украине, на Интере. Время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Вылысенко. Смотрите выпуски. Огненный штурм. Кто отдал приказ о взятии приступом и поджоге редакции подробностей? Унтер-офицерский шкиряк. Как советник главы МВД пытается оправдать погромщиков? Министерство на недоверии. Под чей личный контроль передал расследование погрома на Интере? Президент. Истерический минимум. Николаевские правоохранители озвучили процент раскрываемых выступлений. Осада Интера продолжается. Сегодня уже возле главного офиса канала на улице Дмитриевской люди, которые называют себя протестующими, объявили бессрочную акцию. Требуют прекратить вещание. В полдень группа неизвестных в гражданской форме и камуфляже заблокировала вход в офис, привезли с собой шины и разложили их вокруг здания. Чуть позже напротив установили палатки. Сотрудников обещают сегодня с работы выпустить, а вот завтра на рабочие места грозятся никого не пустить. Так же мирно. Все начиналось и вчера. Здесь, у здания на улице Щусева, где находится наша информационная служба. Несколько десятков человек поставили у входа палатки и подожгли шины. Но потом мирный характер митинга резко изменился. Внутрь полетели дымовые шашки. Около 20 человек в масках ворвались в помещение, нейтрализовали охрану и заблокировали вход изнутри. Вандалы в балаклавах поднялись на второй этаж, забежали в студию и международный отдел, облили технику керосином и подожгли. То же самое сделали на третьем этаже в трех монтажных аппаратных. В огненном плену оказались около 50 сотрудников. Все, кто готовил эфир подробностей недели. При этом протестующие никого на улицу не выпускали. Моим коллегам пришлось буквально задыхаясь в едком дыму, искать спасение на крыше. А там еще около часа ожидать, пока их снимут пожарные. А сейчас на экране вы видите то, что осталось от нашего офиса. Обгорела студия, откуда мы выходим в эфир. Пострадали камеры и звуковая аппаратура. Уничтожена большая часть оборудования. Международный отдел и три монтажные аппаратные полностью выгорели, как и пост охраны. На лестничных площадках и в низруме разбиты окна. По предварительной оценке нанесен урщерб на сотни тысяч гривен. А что же делала полиция? Куда смотрели стражи порядка? Вот что рассказала редактор подробностей недели. Лариса Задорожная, которая вчера целый день была на рабочем месте. Около офиса наших новостей дежурили несколько полицейских. Вот с самого утра я пришла очень рано. Они сидели вот около входа. Как при дежурстве полицейских смогли в здание прорваться 20 человек? Но тут самое интересное другое. Полицейские ушли от здания за 15 минут до нападения. Я никого не обвиняю. Я просто констатирую факты. В то же время, немедленно, спустя буквально час после поджога, его причину уже назвал советник министра внутренних дел Зарян Шкиряк. В эфире канала 112 Украина он озвучил версии. Одна из них провокация, организованная самими же сотрудниками телеканала. Что это было? Это была провокация. Это была провокация зовни. Это была провокация, скажем так, которую я не выключаю, могли и сами представители Интера организовать. Любая версия может сегодня рассматриваться. В то же время, среди сотрудников телеканала 20 пострадавших после этой так называемой мирной акции. Мои коллеги надышались угарным газом. Многие получили травмы во время эвакуации. А наш корреспондент Елена Зорина до сих пор в больнице. Корсет для спины и постельный режим. Корреспондент подробностей Елена Зорина травмировала позвоночник во время пожара в офисе телеканала. Происходящее вспоминают с ужасом. Побежала на третий этаж монтажки, там ребята были, коллеги, как раз сюжет делали, готовили к эфиру. И мы решили, ну я не знаю сколько нас было, человек, наверное, 10-15, решили идти вверх на крышу. Мы вот буквально через этот дым пробирались просто по коридору, ничего не видно было. Буквально на ощупь. Было страшно, когда уже выходили на крышу, там лестница, без перил, ну собственно шаг в пустоту и таким образом травма получилась. Пока двигаться проблематично. Благо ноги сгинаются. По словам медиков, ближайшие две недели Елена проведет в кровати. Домой ее пока не отпускают. Проводят дополнительные анализы. Состояние пациентки, грубо говоря, между удовлетворителями средней степени тяжести. Есть перелом поперечных отростков, двух позвонков. Мы еще планируем делать в ближайшее время УЗИ почек. Затем мы ей планируем приготовить поддерживающий корсет. Домой Елена вернется уже через несколько дней. Но вот чтобы вернуться к активной жизни, ей придется ждать несколько месяцев. Ольга Теребинская, Сергей Ружицкий. Подробности. Телеканал Интер. Все активисты, задержанные вчера у здания информационной службы телеканала Интер, уже на свободе. Они не подозреваемые, а всего лишь свидетели. Правоохранители взяли под стражу и доставили в Шевченковский райотдел полиции Киева 8 человек, среди которых были бывшие бойцы 30-й бригады вооруженных сил. Но после составления админпротоколов всех их отпустили. Об этом сообщила глава нацполиции Украины. Вчера мы задержали 8 человек, на которых составили админпротокол. Но пока на сегодняшний день никаких задержанных нет. Но идет расследование. Мы очень надеемся, что телеканал будет сотрудничать с нами, для того, чтобы мы реально установили причину. Расследование идет. Но вот предметы, которые мы нашли уже после того, как полицейские провели якобы все необходимые следственные действия. Это каски, в которых были нападавшие. А это слезоточивый газ Террен-4. Им брызгали в лицо тем, кто пытался оказать сопротивление. А это зажигалка. С ее помощью, вероятно, и подожгли студию. Все эти предметы стражи порядка не заметили. Возможно, из-за густого дыма. Поэтому мы просим МВД забрать все это и приобщить к делу, как вещдоки для объективного расследования. Принесли с собой погромщики к нашему офису и устройство, похожее на противотанковую мину. Следователи ее изъяли и уже поспешили заявить, что это муляж. Так ли это, выяснял наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Устройство, похожее на мину, обнаружили на этом месте. Как вы видите, в нескольких метрах от ступеней и входа в наш офис. Полицейские, которые вчера прибыли сюда, сказали, что это противотанковая мина. Ее военные используют для уничтожения или выведения из строя танков и других бронемашин. Однако следователи сразу же уточнили, что это муляж и забрали его с собой. Что с миной, которая лежала возле входа? Что это за ситуация? Она вылучена и направлена на экспортизию. Это боевая мина? Нет. Сегодня я пообщался со многими военными экспертами. Одни считают, что это устройство похоже на универсальную дымовую шашку. Их используют для создания дымовой завесы во время переслокации войск. Другие специалисты утверждают, что это может быть действительно мина и не муляж, а боевая. Их разновидностей очень много. В любом случае с такими устройствами нужно обращаться осторожно. Внутри может быть все, что угодно. Стандартная противотанковая мина дорабатывается. И там делается несколько самодельных таких вставочек. И она вполне может быть управляемым фугасом. Поэтому обращаться с ней предельно осторожно. Но если еще раз я говорю, она доработана, то она вполне может взрываться с сигнала, с радио, с мобильного телефона. Работая в зоне АТО уже третий год, я много раз видел последствия взрывов противотанковых мин. После детонации тротила отлетают не только гусеницы танка, случаются и серьезные повреждения башни и брони. Сложно представить, сколько людей пострадало бы, если взрыв прогремел здесь, прямо на улице. Вениамин Трубачев, Сергей Ведмитий и Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Пожар в здании телеканала Интер сегодня на слуху и у депутатов. Спикер, правда, не вспоминал о вчерашнем событии. Говорил больше о завтрашнем праздничном открытии пятой сессии Верховной Рады. Но все-таки события на Интере стали топ-темой согласительного совета. Какие версии нападения? Кто стоит за этим? И верят ли нардепы в прозрачное расследование? Со всеми подробностями Ольга Рыцарь. Согласительный совет начинается у депутатов радостно. Спикер Поруби делает вид, что вчера ничего не произошло. Ни слова про пожар на телеканале Интер и даже о вчерашнем убийстве человека при рейдерском захвате предприятия в Киевской области тоже не вспомнил. Вместо этого всех депутатов поздравил с началом новой сессии и проанонсировал борьбу с коррупцией. В понедельник, уверяет, парламент наконец-то возьмется за судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, чтобы снять с него неприкосновенность. Я сподеваюсь, что мы завтра уже будем мать решение профильному комитету, а также мы поставим вопросы о добропокороны органах, как можно остаться так, что судья Чаус с ним будет. Это единственный вопрос у спикера к правоохранительным органам. У депутатов их гораздо больше. А главное, и вчерашний пожар на телеканале. И хотя расследовать инцидент требуют все фракции, в Народном фронте открыто поддерживают нападавших. Народные депутаты фракции Народного фронта отбудили Службу безопасности Украины и лично передали заявление с требованием, так и в СССР, прозвитывать общество о противодействии агентационной работы Кремля в Украине. Упевнен также, что правоохранительные органы должны публично, открыто и прозоро расследовать об самый вчерашний инцидент на телеканале «Интер». За поджогом здания новостей телеканала «Интер» стоят высокопоставленные чиновники, заявила Юлия Тимошенко. Все, что происходило до пожара, свидетельствует об этом. Вы что думаете, что вы сможете побудовать тут антитезу, что это борьба с Кремлем? Да нет, дорогие друзья. Это принижение и уничтожение Украины. И сумнів ни у кого нет, что за тем, что произошло с каналом «Интер», стоят достаточно высокопоставленные особи. Иначе никто бы этого не допустил, и иначе за 15 минут до того, как это произошло, не откликали бы полицию. Но все это невидимная часть хаоса, который сегодня в стране започаткован, и который продолжает споведоваться как реформа. Это было честная провокация, провокация, которая наносит код в Украине, имиджу Украины. И никогда такие вещи не решаются в такой способ, как пробовали решить. О том, что правоохранительные органы перестали работать, свидетельствует события последней недели, уверяют в оппозиционном блоке. Каждый день убийства и поджоги. В партии требуют немедленно провести расследование нападения на телеканал. И обещают параллельно собственное расследование. Если бы не профессиональные действия пожарников, то мы бы имели повторение трагедии в Одессе 2 травня, когда люди зачинены в споруде и не могли выйти из них. Сегодня такая же ситуация, такая же группа собралась возле центрального офиса телеканала. Киева командует там такий собі пан Киева. Визвали людей з Білої церкви на подмогу. Пан Киева вызвал. И мы бачим, что правоохранительные органы практически бездіяльны. Так же, как вчера, за 15 минут до нападу, все полицейские патрули были прибраны. Біля будівлі телеканалу «Интер». Як мінімум, це пройшло при бездіяльності Министерства внутрішніх справ. Хто конкретно є замовником, виконавців, то відомий, дарешті їх відпустили. Ми будемо проводити власне расследование. І ми будемо залучати всі матеріали, які в нас є. Я маю на увазі депутатський корпус. Уже сегодня вечером большинство фракцій собираются на закрытые засідання. Планирують обсудить повістку дня, вопрос поджога «Интера», а так же судьбу постановления об уволении министра внутренних дел Арсена Авакова. Оно уже зарегистрировано в парламенте. Ольга Рыцарь, Вадим Свиридонов. Подробности – телеканал «Интер». Провести независимое международное расследование атаки на информационную службу «Интера» просит коллектив национальных информационных систем. Это заявление есть на сайте канала. Журналисты требуют наказать виновных и заказчиков, какие бы высокие посты они не занимали. Умышленный поджог здания. Избиение сотрудников, которые пытались помешать вандалам в масках и спастись от пожара. Все эти события говорят о том, что это террористическая акция. Ситуацию с пожаром в нашей телекомпании прокомментировало посольство Соединенных Штатов в Украине. В сообщении на официальной странице Дипмиссии в Твиттере говорится, любая атака на СМИ является недопустимой. В американском посольстве призывают тщательно расследовать поджог офиса национальных информационных систем и обещают следить за тем, как продвигается следствие. Материалы о пожаре в нашем офисе вышли во всех крупных зарубежных СМИ. Какую оценку они дали произошедшему и что думают об этом медиа-эксперты? Подробнее София Гордиенко. Пожар в здании телеканала Интер не обошла стороной европейская пресса. Вот кадры канала Евроньюз на видео и демонстранты, и самого сгорания. Произошедшее выглядит как политическое насилие, что, конечно, очень опасно. И сейчас украинская юстиция должна выяснить, кто это совершил. Очень важно показать, что Украина идет вперед и защищает свободу слова. Нужно, чтобы медиа были свободны, могли говорить все, и чтобы они не зависели от политических влияний. Если со СМИ что-то не так, то это должны решать зрители. Они могут просто его не смотреть. Вообще средства массовой информации с разными позициями существуют везде. Не всем это нравится, но до рукоприкладства и варварства не доходят. Такой варварский поджог одного из офисов телеканала Интер, это, конечно же, еще одна атака на свободу слова и свободу СМИ в Украине. Нас обнадеживает, что украинские власти предприняли какие-то меры, чтобы расследовать это преступление. И мы также призываем их, чтобы это расследование было тщательным, эффективным, и чтобы наконец-то был положен конец этой серии атак на журналистов и на свободу СМИ в Украине. Свободная медиа – неотъемлемая часть любой демократической страны. Любая атака на медиа – это атака на демократию. Поэтому ее нельзя оправдать никакими аргументами. Для того, чтобы демократия процветала, правительству необходимо принимать меры по защите средств массовой информации. В Англии полиция бы расследовала это как серьезное преступление. Сделали бы все возможное, чтобы поймать виновных. Ничем нельзя оправдать эту атаку. Очевидно, что некоторые люди могут быть не согласны с политическим контентом канала. Они могут протестовать – это их право. Иногда мне не нравится, что показывают британские телеканалы, но это никак не оправдывает жестокость. Ну и представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович сегодня осудила нападение и поджог, а также призвала власти обеспечить безопасность журналистов. При этом подчеркнула – насилие не может быть ответом на несогласие с редакционной политикой. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности – телеканал «Интер» Брюссель. Петр Порошенко провел совещание с силовиками. Говорили и о поджоге нашей студии. Главе МВД президент поручил обеспечить правопорядок и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Но вот взять под контроль расследование ситуации вокруг телеканала «Интер» глава государства поручил генпрокурору. Генпрокурор «Интер» В интернете уже появляются версии, кто и зачем поджег офис информационной службы. Одна из самых популярных. Атака совершена по заказу главы МВД Арсена Авакова. Ведь накануне он сделал ряд жестких заявлений в адрес «Интера». Куратором называют одиозного Илью Киву. Вот что источник из радикальных кругов сообщил одному из изданий. Якобы Кива нанял исполнителя, директора одного из киевских спортклубов по прозвищу Леха. Тот набрал отставных атошников, бойцов Азова. Это были те же люди, которые неделю назад на столичном шоссе под Голосеево устроили разборки из-за вырубки леса и строительства АЗС. В интернете же появилось видео, на котором во время пожара возле здания телеканала зафиксирован Илья Кива. На кадрах видно, что он руководит действиями правоохранителей. Он гулял, разгуливал, показывал полное владение на эту ситуацию. Он всем своим видом показывал, что ему ничего не будет, и что он весь такой вот себя поделал, улыбался. Его не заделают. Его не заделают, все-все-все в порядке. Собственно, пострадавшие. Пострадавшие я знаю, что... Напомню, в мае этого года Кива был уволен с должности начальника департамента противодействия наркопреступности нацполиции. Тогда же он сообщил, что остается в структуре МВД. Но кем и где, неизвестно. Мы просим теперь уже Генпрокуратуру разобраться и дать оценку этим кадрам. Ведь, напомню, президент поручил контролировать ход расследования именно главе ГПУ, а не министру внутренних дел. Что касается Авакова, то с призывом расследовать его деятельность буквально на прошлой неделе выступил нардеп Сергей Каплин. На своей странице в Фейсбуке в минувшую пятницу он написал о грандиозных коррупционных схемах, которые глава МВД проворачивал вместе со своим бывшим замом Сергеем Чеботарем. Сегодня народный депутат, гость нашей студии. И Сергей, как вы думаете, есть ли связь между вашей публикацией, между тем, что мы рассказывали об вашей публикации и произошедшем в воскресенье? Безусловно. Я хочу сказать, что это последствием нашей с вами вместе с другими средствами массовой информации, борьбы против спрута Яценюка. Но если Аваков, Яценюк и Турчинов думают, что это может остановить независимые ЗМИ, Сергея Каплина и партию простых людей, точнее, социал-демократичную партию, потому что мы позавчора получили документы про переименование нашей партии, и она теперь носит на меня европейскую назву социал-демократичная партия, объединяя про спілки, европейские социал-демократичные элиты и поставить страну на рейки реальных социал-демократичных реформ. Так вот, это не остановит нас. И уже сегодня, у ответ на пробу террористического акта с боку Авакова, подкреслюю, террористического акта с боку Авакова, потому что это такий самый терроризм, как когда-то по отношению к доме про спілок на Майдане, я пройшелся поверхами офису вашего телеканалу, и я згадал запах, который был в день, когда спаливали людей безусловно на Грещатику, на Майдане, когда подпалили доме про спілок. Так вот, ответ генерального прокурора, ответ президента, мое быть четкое, отставка Авакова и расследование каждого дня, каждого часа перебивания на этой посаде. Так вот мы, в ответ на этот теракт с боку Авакова, сьогодні обнародовали на моей странице у Фейсбуке схему злодейских, мафиозных действий спруту Яценюка за последний рік. Мы рік разом с величезной командой расследовали життя каждой одиници цього мафиозного спруту. Там есть все. Оборудки в атомной энергетике на миллиарды гривен, оборудки в сельско-господарском секторе, аграрном на миллиарды гривен, оборудки с газом, который должен быть передан украинским гражданам. Это, мова, идет про тот газ для простых людей, который Яценюк выбрал простых людей и через это поднялись тарифы. И мы эти томи материалов, эти запитки передаемо генеральному прокурору и керевниству НАБУ. И будем стежить за каждым кроком у расследования этих вещей. И последнее. Завтра всю страну ждет невероятный сюрприз. Я продемонструю копию поведомления про подозру у вчиненні злочину з розкрадання 30 миллиардов гривен з боку персонально Арсенія Яценюка. Ця копия з генеральної прокуратури. И я буду вимагати, чтобы генеральный прокурор Украины пустил ее вход. Это злочин с крадежки газу, который назначался вам, простые украинцы. И деньги за которые в кишени поклала себе мафия Яценюка? Сейчас я предлагаю прерваться на еще одну тему и посмотреть вместе сюжет о ситуации в Николаеве. Там сегодня внеочередное заседание горсовета прервали из-за сообщения о минировании здания. Депутаты как раз собирались обсудить криминогенную ситуацию в городе и без действий полиции. Со всеми подробностями Кирилл Ющишин. Каждые сутки в Николаевской области регистрируются порядка 300 правонарушений, около 200 уголовные. Большинство из них совершается в самом городе. Да, и раскрываемость чуть более 10%. Это официальная статистика. Показатели преступности растут и это беспокоит людей. Сегодня депутаты горсовета решили вызвать полицейское руководство, чтобы объяснили, почему сложилась такая криминогенная ситуация. Новый начальник, назначенный Хатьюей Деканаидзе, неделю назад не пришел. Отправил подчиненных. Они и отчитывались. За результатами аттестации из органов полиции места звольнено 111 сотрудников, что за рахованием источного некомпекта призвало до того, что на сегодня не укомплектовано больше, чем 30% посад. Нехватка кадров привела к тому, что сейчас на одном следователе около 100 уголовных производств. Не может одна особа, следователь, мать 100 криминальных и больше проведений и даже 10, то обтяженного, а 100, то уже нереально. Компенсировать нехватку сотрудников силовики пытаются из числа гражданских. Конкурс должны были объявить еще несколько месяцев назад, но не могли. Министр внутренних дел никак не мог прислать своего представителя в комиссию. Только после того, как об этом заговорили в СМИ, комиссия собралась. Но депутатов идея набирать гражданских шокировала. Инженера нужно готовить 5 лет, врача 10 лет. А вы за 3 месяца собираетесь подготовить следователя, не менее важную профессию, взять людей с улицы, которые будут вершить судьбу людей? Будем принимать меры, будем учить. Рассмотрели депутаты и скандальную историю с пьяными дебоширами. На прошлой неделе 5 патрульных экипажей не могли успокоить двоих жителей, которые устроили в центре Николаева, уличную драку. Полицейские даже не стали их задерживать, просто отпустили домой. Начальник патрульной полиции города говорит полицейским, нет смысла задерживать таких хулиганов. Мы имеем право задержать гражданина на 3 часа для выяснения его личности. Ситуация была пол первого ночи. 3 часа задерживаем. Решение по данному протоколу принимает суд. Куда мы его повезем? Суды не работают. Отпускаем. По логике главного городского патрульного получается, что по ночам можно дебоширить, бить людей. И за это ничего не будет. Как раз во время его выступления сессию пришлось прервать. Неизвестные позвонили и сообщили, что здание заминировано. Необходима эвакуация людей. Я перерываю. Сему позачерговую сессию. Сессию закрыли, людей эвакуировали, взрывчатку не нашли. А вопрос, как быть с ростом преступности, остался открытым. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телекно Интер, Николаев. Сергей, как вам вот такая реформа МВД в отдельно взятом Николаеве? Я скажу вам відверто, смешного тут мало. Краину перетворили в 95-й квартал, в КВН. Шути с погонами министра внутренних справ и керевников полиции. Повинны пить из этих посад. Мова йде про безопасность ваших детей, ваших батьков, всей страны. Вы знаете, сколько они просят в бюджете на реформу полиции? 40 миллиардов гривен. Это в разы больше, чем пенсии. Это в разы больше, чем зарплата вчителям, лекарям. Нуль на розвиток фабрики и заводов, на рабочие новые места. Проте давайте только потому, что у Авакова есть целая фракция, которой тримается коалиция, без которой коалиция неможлива, давайте отдавать ему левую участку бюджета. Слушайте, цей шантаж нужно прекратить. Они руйнуют страну. Они довели страну до войны. В Аваков виноват в том, что на первой фазе войны не сделал решительных кроков, чтобы задавить сепаратистский шабаш на Донбассе и страну поставить на рейки цивилизованих реформ. И он должен ответить. Их спорник Турчинов виноват в том, что они продали Крим. И тому наше задание зараз очистить эти милицейские авгии и конюшни. Они играются с нашим життем. Они жунглюют нашим життем. Вони вчора, до речи, спаливши ваш канал, зірвали розгляд украинского вопроса на великой двадцатке в Пекине. Там мали бути вырешены украинские вопросы. Сепаратисты мали пойти из Донбасса. Это была уникальная единая за год возможность остановить войну. Вони зірвали это подпаливший канал. Вони зірвали розгляд украинского вопроса в Международном валютном фонде. А это означает, что миллионы держслужбовцев не матимут зарплату. Это означает, что не будет пенсии. Доллар тридцать. Это вина на Авакове. На этом вынуждены прервать свои общения. Спасибо, что были гостями нашей студии. Сергей Каплин, народный депутат Верховной Рады Украины. Переходим к другим темам. Выйти из СИЗО пытается купецкий полицейский, который вместе со своими товарищами до смерти забил мужчину. В эти минуты в Харькове идет заседание суда. Адвокаты подозреваемых оспаривают их арест. Все случилось еще в июне. Историю долго замалчивали, но она все же всплыла. О ходе заседания распоросим нашего харьковского корреспондента Светлана Шакера на прямой связи со студией. Светлана, тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. Сейчас в эти минуты в Харьковском апелляционном суде рассматривают дела сразу четверых подозреваемых в убийстве жителя Купенска Андрея Разуваева. Напомню, в ночь на 26 июня Андрей вместе с женой в кафе отмечал семейный праздник. К столику подошли четверо пьяных мужчин. Завязалась драка. Андрея и его жену зверски избили. Мужчину уже без сознания доставили в больницу и через несколько дней он, будучи в коме, не приходя в себя, умер. Полтора месяца полиция ничего не делала. Все замалчивалось. Искали, кто же был зачинщиком драки. Никак не могли найти, хотя весь Купенск знал, что зачинщиком драки был местный полицейский, коп, сержант полиции Николай Креч. И только когда родственники дошли до областной прокуратуры, дело сдвинулось с мертвой точки. Николая Креча, еще трех его друзей по решению суда арестовали. Сейчас они находятся в СИЗО. И вот их адвокаты сейчас просят апелляционный суд сменить арест, сменить содержание в СИЗО на домашний арест. Они объясняют это тем, что мол, коп Николай Креч не бил Андрея Разуваева, а всего лишь размерял дерущихся. А смертельные увечья Андрей Разуваев, по его мнению, получил после того, как упал и ударился затылком о бордюр. Сейчас в суде объявлен технический перерыв. Но мы будем следить за развитием этого резонансного дела. Судя. Спасибо. Это была Светлана Шакера из Харькова. Она следит за судебным заседанием. И к другим новостям. Боевики нарушают режим тишины в районе Авдеевской промзоны. Кроме пулеметов и гранатометов, наемники стреляли по украинским военным еще из минометов. Но интенсивность вражеского огня все же ниже, чем до первого сентября. Продолжит Ярослав Кречко. Утром у ворот дяди Коли уже традиционное соседское совещание. Здесь собрались те, кто живет фактически на линии фронта. Нормально пока идет. Тюкаю все раз. Пули стреляют потихоньку. Откуда не знаю. А так летают. Да. Не такого нету. Взрывов здоровых таких. Да, будем крыши сейчас ремонтировать, потому что то стреляли. Страшно вылазить было. А сейчас потише будем дырки заделывать. На соседнем огороде Анна Николаевна работает с самого утра. Собрала кукурузу. На очереди помидоры. В эти дни спасибо, конечно. Стараюсь все же бегом убрать. А так что? Все запущено. Видите, клубника пропала. Только выйдешь, обстрел. На единичные пулеметные очереди боевиков Анна Николаевна теперь и внимания не обращает. С первого сентября тяжелую артиллерию наемники не применяют, но периодически стреляют из гранатометов. Украинские военные на провокации не отвечают, но и в долгосрочное затишье не верят. Мы уже проходили этот сценарий в 2015 году, когда во время перемирия противника капывался хорошо. В том перемирии они сами прекращали. Начинали обстрелы с танков, за гранатометов, артиллерии. Поэтому сейчас мы не мальчики для битья. Мы уже многому научились. Жители частного сектора Авдеевки также научены горьким опытом. Поэтому по хозяйству в эти дни пытаются сделать как можно больше. Сейчас я иду, а то бегу. Бывает, что и на присядке, и тут вот падаешь в амброзию. Да, но долго ли вот такое счастье будет. Ярослав Кречко, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Ситуация в Украине стала центральной темой в Китае во время встречи Большой двадцатки. Барак Обама обсудил происходящее на востоке нашей страны отдельно с Ангелой Меркель, с Франсуа Ландом, а также с президентом России и наметил дедлайн. О заявлениях американского президента из Вашингтона Дмитрия Анопченко. До полного выполнения минских соглашений санкции против России не отменят. Это, пожалуй, один из главных месседжей сегодняшнего саммита Большой двадцатки в Китае. Его озвучил президент Обама по итогам своей встречи с Путиным. Американский президент был очень четким и в формулировках, и в сроках. Обама уверен, уже в ближайшие недели нужно понять четкую последовательность, в которой договоренности будут воплощены в реальность. Есть минские соглашения, однако они не выполняются. Я дал ясно понять, что пока они не будут выполнены, Соединенные Штаты не снимут санкции. Пожалуй, впервые назван дедлайн. Пожалуй, впервые Барак Обама дал четко понять, что хочет реальных результатов еще до конца своего президентства. Раньше об этом только эксперты говорили, но сейчас откровенно заявляет первое лицо Соединенных Штатов. Американский лидер начал этот день с Украины, обсудив происходящее с двумя главными своими союзниками, Германией и Францией, за закрытыми дверями, без прессы и камер. Чтобы окончательно сверить позиции и договориться об одних и тех же принципиальных вещах. Нужно вернуться к нормандскому формату, нужно выполнять минские соглашения, причем всем нужно ускориться и назвать реальные сроки. Чуть позже, выйдя к журналистам, Ангела Меркель пояснила, действительно договаривались, как действовать дальше. И рассчитывает, что новая встреча первых лиц в нормандском формате состоится в самое ближайшее время. Заручившись поддержкой Меркель и Оланды, американский президент и вышел на встречу с Путиным. По данным американских дипломатов, на этой встрече настаивал сам Обама. 70 минут переговоров в присутствии Керри и Лаврова. Потом непростой разговор тет-а-тет. Понятно, что говорили и о Сирии, общего языка тут пока не нашли, и об Украине. По данным американских дипломатов, Россия подняла вопрос отмены или хотя бы смягчения санкций. Вашингтон заявил, что они будут в силе, пока минские договоренности полностью не выполнят. Барак Обама признался журналистам, учитывая проблему доверия между странами. Общего решения в Китае найти не удалось. Его поручат искать Керри и Лаврову. Они должны встретиться в самые ближайшие дни. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Горючий смазочный арест. Как высокопоставленные полицейские в Хмельницкой области на смазке погорели. Пицца за маму. Ватикан устроил угощение в честь канонизации матери Терезы. В Хмельницкой области задержали высокопоставленных полицейских, которые воровали горюче-смазочные материалы. Операцию проводили генпрокуратура и нацполиция. И как установило следствие, правоохранители разработали коррупционную схему хищения бензина, который предназначался для подразделений полиции. Продавали его физическим лицам, причем тоннами. Прикарманивали полицейские и крупные суммы, выделяемые на закупку продовольствия для подразделений в зоне АТО. Во время обыска возъята бухгалтерия, талоны на горючее и деньги в гривне и валюте. Скандальное дело о получении взятки экс-начальником Одесской милиции. Напомню, на прошлой неделе Олега Макуху суд неожиданно выпустил из-под стражи. И вот сегодня наши журналисты поехали в город Беляевку, чтобы проверить, придет ли он на очередное судебное заседание, как обещал. Несмотря на опасения военной прокуратуры, Олег Макуха и второй обвиняемый Олег Барсуков, который якобы был посредником при передаче взятки, сегодня в Беляевском райсуде. По данным следствия, бывший начальник управления милиции Одессы вымогал у предпринимателя 20 тысяч долларов взятки за содействие в решении хозяйственного спора. Во время получения части суммы Макуха был задержан. Сам он говорит, деньги подбросили. В машине нашли пакет, в который оказались там деньги. Я не знаю, как они там оказались, тем более у жены в сумке. На свободе обвиняемые несколько дней. Их отпустили в среду, когда истек срок содержания под стражей. Новую меру пресечения суд не мог избрать, пока не будет рассмотрен отвод суди Ольги Трушиной, на чем настаивали адвокаты Макухи. По их мнению, Трушинам субъективно ведет разбирательство и подыгрывает прокуратуре. В итоге заявление об отводе суд отверг, посчитав, что адвокаты сами субъективны в своих суждениях. Олег Макуха считает, что такой исход был ожидаемым и продолжает настаивать. У обвинения против него нет ни одного доказательства. В военной прокуратуре же говорят все вещественные доказательства у них есть и считают, что из СИЗО обвиняемых выпускать было нельзя. Ожидается, что вопрос о мере пресечения обвиняемым будет рассмотрен на следующем заседании 20 сентября. Олег Макуха говорит, обязательно приедет на него, скрываться не собирается. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесская область. На свободе, без доплаты. Ивано-Франковский апелляционный суд отклонил ходатайство областной прокуратуры, которая просила увеличить залог для сельского головы Березовки Александра Вары. 25 августа его задержали при получении взятки почти 500 тысяч гривен. За эти деньги он обещал бизнесмену 20 соток земли под строительство заправки. Сам чиновник заявил, это не взятка, а добровольный благотворительный взнос на развитие села. Суд разрешил Варе выйти из СИЗО под залог в 234-3000 гривен. Деньги чиновник внес уже на следующий день и утверждает, что их для него собрали односельчане. В прокуратуре решили, сумма залога мала и попросили суд увеличить ее почти до миллиона гривен. Но суд отказал. В Тячевской больнице скончался один из раненых участников перестрелки в Закарпатском Салотвине. На прошлой неделе две группы контрабандистов, Салотвинская и Мукачевская, выясняли отношения из-за срыва переправки партии сигарет в Румынию. Какие выводы сделали пограничники после инцидента? Материал Марина Коваль. Со дня перестрелки на автозаправке в Салотвине прошла почти неделя. Участники давно установлены, но до сих пор никто не задержан. Трое раненых – это выходцы из Мукачева, сейчас в больнице под охраной полиции. У них статус пострадавших. В поле зрения пограничников эти мужчины уже попадали, как и те, кто открыл по ним огонь. Не исключено, что этот человек может иметь отношение к разборкам контрабандистов. У остальных участников перестрелки полицейские нашли 65 ящиков сигаретами, которые планировали переправить за границу. Подобных случаев на территории Мукачевского погранотряда только за этот год более 200. Масштабы контрабанды табачных изделий выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и занимаются этим в основном местные жители. В связи с этим Мукачевский отряд решили усилить. Сюда прислали 70 пограничников из других регионов. У нас действовали пострелы по військовослужбовцам с травматичной оружием, были спробы с захватом військовослужбовцев, были случаи шкоды в собственном майдуме військовослужбовцев. Подкрепление прибыло на внедорожниках и с тепловизором, который позволит фиксировать передвижение контрабандистов в темное время суток. Усиление состава планируется на границе с Румынией и Венгрией. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Таможенная сотня. Премьер сегодня запустил работу 20 мобильных групп для борьбы с контрабандой. Их задача выявлять так называемый серый импорт, нерастаможенные или растаможенные по заниженной стоимости товары. Эти группы получат доступ на любую таможню. Жители села Хоростка в Тернопольской области просят полицию и местной власти немедленно разобраться с захватчиками АТП агрохолдингом РИЯ. Еще с июля работу предприятия блокируют неизвестные. О самой территории доносятся выстрелы. Новые подробности скандала расскажут наши корреспонденты. Покрышки, разобранная техника и молотчики со странными татуировками. Уже третий месяц работу АТП некогда крупнейшего агрохолдинга страны блокируют неизвестные. Оборудование, которое позволяет ремонтировать нашу технику, находятся в складах запчастей, находилась и бухгалтерия, находился и отдел кадров. Ни я, ни наши работники, работники МРИЯ не могут попасть на территорию данного предприятия. По словам главного юриста МРИЯ, Тетушки — это якобы частная охрана фирмы Global Fit, которой АТП за бесценок продал бывший глава холдинга Николай Гута. Тот самый, который сбежал из страны, выведя из предприятия полтора миллиарда долларов — деньги европейских и американских инвесторов. Сейчас его разыскивает Интерпол. Там находится директор Global Fit. Учредителями, директорами являются бывшие сотрудники агрохолдинга МРИЯ, которые находятся в близких контактах с бывшим менеджментом. Ну, собственно, все понимают, и это абсолютно очевидно, что предыдущий менеджмент просто какие-то активы, которые, возможно, пытаются, так бы сказать, выдернуть и оставить себе, или использовать, или продать. В то время как иностранные инвесторы уже год не могут вернуть свои украденные средства, местные правоохранители просто закрывают на конфликт глаза. По словам жителей соседних СТП домов, каждый день оттуда доносятся выстрелы. Однако местная полиция попросту не реагирует. А в магазин, который находится рядом с СТП, люди не ходят, боятся. Местных жителей соседства вооруженных охранников пугает. А как вы думаете, дети маленькие, все это, чему оно не страшно, или еще что-то? Что делается в Донецкой области, что в Киеве делается, то тоже стоит страшно, и все. А вчера побачила Интер, что делается по Интеру. Зовем на пороховые борщи. Еще месяц назад немедленно освободить территорию потребовал суд, передавший АТП под контроль МРИИ. В очередной раз зачитать решение суда сегодня приехали следователи вместе с бойцами спецподразделения. Однако на территорию спортсмены их попросту не пустили на глазах у местной полиции. Лишь к вечеру в здание удалось зайти представителям агрохолдинга. Однако сотрудников не пускают до сих пор. В агрохолдинге требуют от правоохранителей немедленно вмешаться в ситуацию, защитить местных жителей от произвола и расследовать, за какие деньги бывшее руководство предприятия, пустившиеся в бега, финансируют вооруженных спортсменов. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер. Почти два десятка обстрелов со стороны боевиков на Мариупольском направлении. О реалиях очередного перемирия. Сюжет Александра Пантелеймонова. Вот так вот и звучит перемирие, пока мы идем к позициям, которые обстреливали, уже услышали и пулеметные очереди, и работу снайпера, и даже взрыв из подстольного гранатомета кинули гранату. Это линия обороны наших военных под Павлополем. Здесь даже днем постоянно звучат выстрелы. Ночью враг подбирается ближе. Останавливают боевиков только собственные же минные поля. Раньше здесь была огородня, я ж местный знаю. И вот там арыки такие остались старые. Они вот по ним порыпал, проползают, а дальше не идут, потому что здесь заминировали еще они раньше до нас. А он опять тренируется. Передвигаться нужно предельно осторожно. Раньше здесь боевики все заминировали. По дороге проходим мимо нескольких воронок. На одной из них в мае подорвался автомобиль с военными. Погибло двое. Дальше еще одна воронка от противопехотной. Здесь погиб военный связист. Проводили тут и... Загину. На монке подорвался. Не заметил. Их двое было. Да, они все поминировали, когда отходили. Ну так, а тут все добрых. На крайних позициях, по мнению бойцов, предположительно, российские морпехи ночью отрабатывали диверсионные вылазки и тренировались в стрельбе. 200 метров подошли. Начали обстрел по этой, ну, скажем так, точке опоры. Стреляли они со стрелкового, то есть пулемет, АК, еще РПГ. Старались, скажем так, сильно голову не высыпать, потому что вот они, тут и снайперы работают, вот с той зеленой посадки. Очень красиво это лупит. Несмотря на дерзкие провокации, военные держатся. Не открывают огонь, пока противник не подойдет буквально впритык. Но боевики с каждым днем приближают срыв перемирия. Александр Пантелеймонов, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер. В Тель-Авиве обрушилось строящееся здание. Десятки пострадавших, есть погибшие. С подробностями наш Субкор в Израиле. Сергей Ауслендер. Строящееся четырехэтажное здание парковки рухнуло около полудня. В самый разгар работы в это время там было очень много людей, строителей. К месту трагедии сразу прибыли спасательные службы. Полиция оцепила этот район. Под завалами оказались несколько десятков человек. Часть из них извлекли сразу, но несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Все, кого достали из-под завалов, получили ранения. Этих людей эвакуировали в четыре городские больницы Тель-Авива. Как минимум три человека по-прежнему остаются под завалами. На месте работают наши парамедики. Вместе со спасателями и пожарными они пытаются пробраться к пострадавшим. Минимум два человека погибли. Их тела уже извлекли на поверхность. С некоторыми из тех, кто остался внутри, удается поддерживать связь с помощью мобильников. Мобильных телефонов, неизвестное их состояние здоровья. Но они могут отвечать на вопросы спасателей. Несколько раз работы приходилось останавливать из-за угрозы повторного обрушения здания. Версия о том, что вся эта трагедия случилась из-за падения башенного крана, пока не подтверждается. Но зато появилась другая. Якобы на верхний этаж строящейся парковки заехала тяжелая строительная машина. И конструкции этого не выдержали. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Меркель сдает позиции. Партия канцлера заняла всего лишь третье место на региональных выборах в одной из федеральных земель. Кому проигрывают христианские демократы? Об этом и не только в нашем обзоре. Партия Ангелы Меркель проиграла на региональных выборах. В федеральной земле Мекленбург, Переднее Померание, Христианско-демократический союз набрал всего 19%, уступив социал-демократам и правым популистам. Партия «Альтернатива для Германии», созданная всего три года назад, уже сейчас имеет своих представителей в девяти из шестнадцати региональных парламентов. Обозреватели называют состоявшиеся выборы репетицией перед голосованием в Бундестах, которая пройдет в следующем году. Перекрыли дорогу в знак протеста против мигрантов. Французские дальнобойщики и фермеры заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в Кале. Протестующие образовали живую цепь через шоссе, ведущие к Евротонелю, и требовали закрыть палаточный лагерь нелегальных мигрантов под названием «Джунгли». По словам водителей и фермеров, от нелегалов просто житья нет. Они формируются в банды, угрожают дальнобойщикам и уничтожают урожай, расширяя свой стихийный лагерь. Лесные пожары охватили курорты Испанской Коста-Бланки. Более тысячи человек, туристы и местные жители эвакуированы. В последнее время в регионе стоит жаркая погода. В минувшие выходные здесь было плюс 43. Сильные лесные пожары бушуют и в американском штате Колорадо. Правда, огонь не угрожает населенным пунктам. В целом от пожаров пострадало 200 гектаров леса. Всем пиццу в честь новой святой. После канонизации матери Терезы Папа Римский устроил обед для бездомных. В Ватикан съехались нуждающиеся со всех уголков Италии. Их специально доставляли автобусами. Мероприятие обслуживало 20 пицца-йола из Неаполя. Готовили в трех печах. Горячее блюдо отведали около полутора тысяч бездомных. Во Франции определили чемпиона мира по игре в слова. Соревнование длилось пять дней. Участие принимали эрудиты из 30 стран. Финал состоялся в эти выходные в Лилле. Победителем стал консультант по рекрутингу из Лондона. Он получил памятную статуэтку из 7 тысяч евро призовых. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин